Заседание началось с доклада заместителя главы района Юрия Щетинкина. Он рассказал о подготовке структур жилищно-коммунального хозяйства района к зиме. По словам докладчика, произведен ремонт в 50 котельных. Отремонтировано 232 километра тепловых сетей, 11 центральных тепловых пунктов. Заменено почти 7 километров ветхих тепловых сетей. И это лишь малая часть проделанной работы. Все вышепроведенные цифры значительны. Но они, к сожалению, не гарантируют отсутствие проблем в отопительный период. Таким гарантом может быть устойчивое экономическое и хозяйственное положение наших предприятий, отсутствие задолженности за энергоносители, возможности вкладывать средства в вареные запасы топливоматериалов. К сожалению, отметил докладчик, этого не происходит. Задолженность Солнечногорских коммунальных предприятий на 1 ноября составила перед газовиками 16 миллионов 331 тысячи рублей, перед энергетиками 9 миллионов 447 тысяч рублей. Основными причинами заложенности являются отсутствие финансовой дисциплины на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, неплатежи населения за коммунальные услуги, несовершенство существующей системы ЖКХ района. Заседание продолжилось бурным обсуждением вопроса, кто виноват. Жители обвиняли во всем местные власти и приступившие к работе управляющие компании. Те, в свою очередь, пытались призвать к ответственности и самих жителей. Сейчас сказал, понимаете, отремонтировали балконы. А где отремонтировали? Там, где руководство ездит или ходит. Громово ждали, вот и почтовую там, эту крестьянскую побелили, потрасили. Ну сейчас идите, посмотрите на лесной улице, какие балконы, какие дома. Не на машинах ездить надо руководителям, а пройтись по городу. Когда жители говорят о том, что нам не сделали то-то, не сделали то-то, когда мы смотрим жилищный кодекс, то на этих же жителях лежат определенные обязанности, которые они тоже не выполняют. Понимаете? Поэтому начало этой цепочки начинается в том числе и с жителей. В качестве примера невыполнения жителями своих обязанностей был приведен 100-миллионный долг. Население за коммунальные услуги одному только городскому хозяйству. Коммунальное предприятие, которое вырабатывает тепло, дает воду, значит, канализационные стоки и так далее, оно же делает это на деньги только жителей. В бюджете нет денег, например, на ремонт того же дома. Потому что это полномочия не бюджета, поймите это. Если житель платит 100% за содержание своего жилья из-за получения этих коммунальных услуг, так вот это должно в себе и проворачиваться. Полемика продолжалась долго. Но к концу заседания собравшиеся пришли к общему мнению, что решать проблемы, накопившиеся в жилищно-коммунальном хозяйстве района, нужно совместными усилиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова